...составил Стэнтон. Вообще, мне кажется, что Переза нужно было удалить до конца матча. Крайней мере, степень его вины, степень его участия в той вот драке грандиозной, заметно была выше, чем Максима Афиногенова. Но вот Афиногенов удален до конца игры, это для динамцев, это безусловно, потеря. А Перез, ну, видимо, 10 минут получил. Бросок! Это Золотов. Золотов играет в паре с Журиком. И кто здесь еще? Карцев. Карцев! Рядом со штангой звено Карцева. 14-й Александр, 35-й Денис Карцев, 12-й Александр Кувалдин. Кувалдин начинал матч вот в этом звене со своими привычными, в общем-то, партнерами. Ну, посмотрим. Возможно, что... Ой-ой-ой, едва шайбу чуть динамовцы сами свои обороты не завели. Видимо, Кувалдину придется выходить в двух сменах. Каритонов набрал высокую скорость, вошел в зону. Золотов. Бросать не дают. Вновь Золотов. И бросок. Гол! Прекрасный бросок Романа Золотова. И счет становится 2-0. Динамовцы использовали численное преимущество. И сделали это в этом розыгрыше Евролиги в шестой раз. Ну, видимо, шайба будет записана на счет Романа Золотова. Сейчас посмотрим повтор, не подставил ли кто-то клюшку из динамовцев, кто находился, может, вблизи ворот. Нет, шайба записана на счет Романа Золотова. Бросок от синей линии динамовского защитника. Посмотрим его показатели. Это вообще первое очко Романа Золотова в этом розыгрыше Евролиги. До матча с Адлером он не забрасывал шайб и не был отмечен как ассистент ни разу. Итак, что очень важно, что отрадно, динамовцы в начале и первого, и второго периодов добились успеха. Ну, а есть такая традиция, такая примета. Если динамовцы на первых минутах встречи забивают, они, как правило, доводят матчи до победы. Будем надеяться, что эта примета сработает и сегодня. 2-0, третья минута идет второго периода. И в атаке хоккеисты Адлера. Звено Бозона, седьмой Лукес, тот самый защитник, который вынужден играть в нападении. Двенадцатый Бозон и девятнадцатый Рон Паско. У динамовцев четвертое звено. Бердичевский, 33-й, 15-й Чубару, 2-4 Степанов. Но, учитывая, что Афиногенова на площадке нет, возможно, динамовские тренеры будут менять составы троек по ходу матча. Мы за этим, я думаю, последим. Ореховский. Вот хорошая передача. Отличную комбинацию динамовцы провели, но не удалось выразить ворота себя на рампфа. Трощинский. Как-то нерасторопно сыграл галкипер германского клуба. Идва этого Калюжный не перехватил шею, он уже обостаётся в зоне германской команды. И вновь Калюжный. Александр Сериков там вёл борьбу с Калюжным. 21-й Майкл Хадсон, 11-й Дэйв Томлинсон, 24-й Александр Сериков. Вот Сериков сейчас шайбы. Это тройка Адлера. Бросок? Нет. Не стал бросать. А вот передачи здесь, здесь никого из германских кистов не было. И Калюжный выбросил шайбу из зоны. Матч проходит во дворце спорта «Шпортфорум» Хохеншонхаузен. Отмещает около 6 тысяч зрителей эта арена. Но не очень много. Трибуны не заполнены. Не заполнены. Так, а будет удаление. Удаление в составе клуба «Адлер». Но те зрители, которые присутствуют на трибуну, создают изрядную шумовую поддержку и хоккеистам Адлера, и, что приятно, и динамовцам. Приехали болельщики-фанаты московского «Динамо», и вы, наверное, слышите их голоса. Грубо сыграл Стефан Рише, защитник, против Кувалдина, который поднимается, и вы, надеется, сможете продолжить этот матч. Вот здесь, в углу площадки, борьба. Он откровенно клюшкой зацепил Кувалдина Рише. Чувствуя, что уступают хоккеисты Адлера, динамовцам в индивидуальном мастерстве, они не стесняются при выборе любых средств для нейтрализации динамовцев, для нейтрализации динамовцев. А так, подчас действуют очень грубо, причем стараются делать так, чтобы арбитры не замечали. Поэтому динамовцам не стоит поддаваться на провокации, ввязываясь вот в эти потасовки, в эти стычки, что, как мне кажется, будет на руку хоккеистам Адлера. Хотя и в обиду себя тоже давать нельзя. Итак, динамовцы снова получили честное преимущество. Кувалдин остался на площадке, значит, все в порядке. Золотов. Вот сейчас особенно слышны крики динамовских болельщиков «Динамо, Динамо». Так, опять пошел вперед защитник Хайнс. Да, ну и вот опять ассоциирует кто-то из германцев. Это 10-й номер. Вновь Лэнс Неттери, канадец, 41-летний, на ваших экранах был. Работал в Швейцарии, в Давосе, в Берне, потом перебрался в Германию, тренировал Ландсфуд. И уже пятый сезон работает с Адлером. Для немецкой лиги, где тренеры меняются очень часто различных клубов, это чуть ли не рекорд. Пять лет в одном клубе. Ну, пока мы смотрим повтор одной из атак. Напомню регламент. Итак, накануне стартовали полуфинальные турниры в двух городах. В Хельсинки клуб Ильвес победил Хифт 5-4. И сегодня Ильвес встречался с магнитогорским металлургом. Репортаж о третьем периоде этого матча. По окончании репортажа о матче Динамо-Адлер вы увидите. Ну и в Берлине играют два германских клуба Адлер из Мангейма и хозяин этих соревнований Айсберен. И московская Динамо в первом матче 22-го числа Айсберен выиграл у Адлера 5-3. Поэтому, скажем о том, что если сегодня динамовцы выигрывают, то они досрочно выходят в финальный турнир четырех. Если выходит из каждой группы по две команды, то динамовцы становятся финалистами. И завтра они играют с Айсбереном. И этот будет матч просто за первое место в группе. Но до победы еще далеко, хотя счет 2-0. Динамовцы имеют числе преимущества и смотрятся явно предпочтительнее своих соперников. Сейчас динамовцы в первое звено. Марков, Петренко. Вот передача и не попадает Марков по шайбе. Ну что, в полном составе хоккеисты Адлера. Калюжный. Михаил Иванов. Вот обычно с Ивановым и Беловым играет Валерий Черный, центральный нападающий. Но, я уже сказал, сегодня он и сегодня, и завтра не сможет выйти на площадку. Он травмирован. Но будем надеяться, если динамовцы выйдут в финал четырех, к этому турниру, который состоится 13-14 февраля. Черный сможет восстановиться. Итак, завтра динамовцы играют с Айсбереном, а Магнитогорский Металлург с Хивком. Наши команды встречаются с хозяевами полуфинальных турниров. И в 23.45, 24 января, канал ОРТ планирует вам показать эти матчи нашей трансляции. В перерыве которой, в 0.25, вы увидите футбольное обозрение. И анонсируем также завтрашний футбольный матч в 14.55. В прямом эфире канал ОРТ будет транслировать матч динамовцы в Тбилиси со Спартаком. В рамках седьмого международного футбольного турнира на Кубе Чемпионов Содружества. Прямой репортаж. Два тайма матча Спартак-Динамо-Тбилиси. Но это будет 24-го, а пока мы смотрим второй период матча Динамо-Адлер. 2-0. Рампф в игре. Свен Рампф. 27-летний голкипер германской команды. Калюжный, по-моему, атаковал ворота. Дац. Центральный нападающий. Алексей Калюжный. Вот динамовских болельщиков нам могли бы показать, но упорно не показывают. Показывают болельщиков Адлера. Карц на точке вбрасывания. Харитонов перехватил шайбу. Томлинсон. Как свободно вошел в зону. Ну и вот, пожалуйста. Словно в том-то летаргическом сне динамовцы пребывали. Томлинсон получил шайбу, вошел в зону, обострил игру. И, если не ошибаюсь, Александр Сериков, имеющий российские корни. Вот он и забросил, по-моему, эту шайбу. Да, Томлинсон бросает, Мухаммедов отбивает. Никого нет. Рядом из динамовцев есть только Сериков, который и забрасывает эту шайбу. Ну, германское гражданство у Серикова, 23-летнего нападающего, игрока сборной Германии, участника двух чемпионатов мира и Олимпийских игр. Несмотря на молодость, довольно опытный мастер. Вот так. Что-то у нас изменилось. Это 38-й номер Филипп Шумахер. Итак, вбрасывание. Что ж. Прежде чем будет выявлен победитель третьего розыгрыша Евролиги, предстоит сыграть еще шесть матчей. Матчи два полуфинальных. Айсберин, Динамо, Металлург, Микагорск, Хивк. И четыре матча в финале четырех. Победитель вот этого полуфинального раунда, который проходит в Берлине, сыграет 13 февраля в финале четырех со второй командой в Хельсинки. Той командой, которая занял второе место в Хельсинки. И наоборот, победитель турнира в Хельсинки в полуфинале этого финала четырех, 13-го, сыграет со второй командой берлинского турнира. Бердичевский, как легко он убежал. Одного его тут оставили германские защитники. Но не удалось переиграть Рамфа. Вот где нам фото звено Чубарова, где Степанов действует, Александр Степанов. Вот он там очень активно ведет борьбу за шайбу. Хайнс. Ни на секунду нельзя расслабляться, выключаться из борьбы динамоксом. Могут возникнуть вот такие острые эпизоды. Янг, центральный нападающий первого звена, начинает атаку своей команды. Прокопьев. И... Увы, потерял равновесие, упал. И все на этом закончилось. Да, представители только трех стран продолжают борьбу в Евролиге. Финляндия, Германия и Россия. Все эти страны представлены двумя командами. Но можно много говорить о жеребьевке, о ее плюсах и минусах. Я считаю, что она не слишком благоприятна для наших команд. Объясню почему. Ну, два обстоятельства. Во-первых, исходя из этого жеребия, уже точно Германия и Финляндия в финале четырех будут представлены одной командой. Ибо по две лучших команды из каждой группы выходят в финал. Ясно, что одной из них будет германская команда, ибо здесь играют два германских клуба. И одна финская, ибо в Хельсинки играют два финских клуба. Россия же такого права не имеет. И нужно нашим командам еще это право завоевать. Ну и второе обстоятельство в последний день этих полуфиналов. Наши клубы играют с хозяевами полуфиналов, которые будут отдыхать. Сегодня отдыхают и Айсберин, и Хивк. Наши же клубы проводят матчи. То есть времени для восстановления сил у наших будет меньше. Что в условиях таких скоротечных турниров, когда любая мелочь способна решить исход встречи, немаловажно. Опасно атаковал Колюзный. Он сегодня выделяется на динамовцев. Но будем надеяться, что вот эти все минусы жребия, о которых я сказал, не повлияют на выступления наших команд, и смогут они выйти в финал четырех. Тем более, что есть такая информация, и, наверное, любители спорта об этом знают, вполне возможный случай попадания динамовцев в финал четырех, он состоится в Москве. Хорошая атака сейчас удалась динамовцам. Смотрим повтор, бросок Колюжного. И Свен Рамп в игре. Итак, двенадцатый минут второго периода, 2-1. Динамовцы выигрывают. Максим Ахеногенов в первом периоде и Роман Золотов во втором забросили две шайбы. В общем, Золотов использовал численное преимущество, мощно бросив от синей линии. И этот щелчок его парировать вратарь, Семен Рамп был не в состоянии. Ну и потом Александр Сериков одну шайбу отыграл. Харитонов. Кувалдин. Вновь Харитонов. Очень хорошо он держит шайбу. Очень сложно у Харитонова отобрать шайбу без нарушения правил. Не случайно так часто на нем нарушают правила соперники. Именно атакуя Александра Харитонова. Вышла и вышла шайба из зоны. Динамовцам нужно покинуть зону защиты германской команды. Ну и еще, если говорить о регламенте этих двух полуфиналов, по истечении основного времени никакого дополнительного времени не будет. Даже если основное время завершится в ничью. Но будут пробиваться штрафные броски. И мы, видимо, тоже увидим штрафные броски после матча Динамо-Адлер. Зачем они нужны? Дело в том, что при равенстве очков будет учитываться, какая команда лучше исполнила эти штрафные броски. Хоккейные пенальти. Пенни. Джексон Пенни удаляется. Лучший бомбардер Адлера в Евролиге. И вообще один из лучших снайперов турнира. Накануне, еще раз скажем, Адлер проиграл Айсберину 3-5. Вот Пенни забросил одну из шайку проигравших и сделал тому же точную передачу. Ну вот момент, когда Пенни нарушал правила, вы видели. Это вот еще одна атака кистов Адлер, когда Стивенс сделал передачу там кому-то из партнеров, но шайба прошла намного выше ворот. Да, Джексон Пенни, 29-летний канадец, удален. Пока у него по системе гол плюс пас в Евролиге 13 очков, 8 шайб и 5 передач. Ну что ж, динамовцы вновь получают численные преимущества. Звенок Алюжного у них. Журик. Журик сейчас, по-моему, с Трощинским играет, хотя начинали они матч в других сочетаниях. Косок. Да, этот Трощинский атаковал. Минута 20 до выхода Пенни. И вновь какая-то стычка между Журиком и Стивенсом. У динамовцы, еще раз скажем, сегодня одну шайбу в большинстве забросили. Всего у них, таким образом, 6 шайб заброшенных в большинстве. Но по этому показателю лидирует, кстати говоря, нынешний соперник динамовцы Фадлер из Мангейма и финский Хивк. По 13 шайб в большинстве провели эти команды. Да, этот вопрос о том, как непросто остановить Харитона, когда тот получает шайбу. Сейчас Шумахер пытался это сделать. Так, вот смотрю, что сейчас с Прокопьевым и Петренко вышел Бердичевский. И Хованов-Марков в обороне. Петренко. Хованов упускает, обидно, упускает шайбу в среднюю зону. Да, конечно, потеря Афиногенова достаточно для динамов ощутимо. Тем более. Так, посмотрим сейчас за этой атакой. Марков бросает. Хованов. И вновь не лучшим образом динамовцы распределились шайбой. Хайнс. Просок. Сходу атаковал кто-то из германских хоккеистов. Вот атака у динамовцев может получиться неплохая. Провал в обороне у Мангейма, у Адлера, простите. Так вот, по поводу Афиногенова. Это уже не первое его удаление до конца матча в Евролиге. Помнится в матче с Валеренгой Норвежской. Он тоже подрался с кем-то из соперников. Вышел победителем в той схватке, но... Это была, так сказать, первая победа, потому что... Судьи отправили Максима отдыхать до конца встречи. Так, Карцев на точке вбрасывания. Золотов. Вторая попытка у него была. Поразить ворота Рамфа в полном составе, как кииста Адлера. Да, передачу не ожидал динамовец этой из-за ворот. Золотов. Пауза у нас. Пауза за 5 минут 25 секунд до окончания второго периода. Филипп Базон на ваших экранах. Один из наиболее опытных хоккеистов в составе Адлера. 32 года ему вообще. В Адлере настоящий интернационал. Здесь всего лишь... Всего лишь 5 хоккеистов, имеющих германское гражданство. Но кроме этого 10 канадцев, 3 француза, один из которых Базон был только что на ваших экранах. Есть и ирландцы. Есть и бельгиец, защитник Пеллигримс. Кстати, в Айсберне, с которым динамовцы будут играть завтра, точно такая же почти ситуация. Даже еще больше иностранцев. Ну, какой выход к воротам рамфа Кувалдина. Золотов. Да, настоящее засилие сейчас иностранцев в германских клубах. Не случайно поэтому, что сборная Германии так неудачно играет. И впервые за последние 23 года сборная Германии не будет участвовать в чемпионате мира в группе А. Потому что на ведущих ролях в германских клубах легионеры, иностранцы, а местные же хоккеисты, либо вообще не выходят на лед, либо появляются в третьем-четвертом звеньях, имеют малоигровой практики. Это, естественно, не способствует повышению мастерства игроков. Еще раз смотрим проход к воротам рамфа Кувалдина. И, более того, в германской лиге хоккейной всего лишь 4% местных игроков. 4% остальные иностранцы, прежде всего, канадцы. Убрасывание. 2-1 по-прежнему. Динамо-псывы играет. И у них звено Чубарова. Батыршин. Батыршин некоторое время не играл, был травмирован. Сейчас вновь появился на льду. Он вместе с Ореховским действует. Это Гордон Хайнс. Как раз один из двух ирландцев в составе. Адлера. Кроме него еще стенд он также засчитывает. Кстати, именно Хайнс забросил решающий штрафной бросок в серии плей-офф, когда Адлер встречался со Спарты. Но я думаю, у нас еще будет возможность кратко хотя бы напомнить о том, как Адлер шел к этому полуфинальному турниру. Пока Степанов выходит к воротам. Молодой Александр Степанов, 19-летний, впервые появившийся в составе Динамо в Евролиге. Приятно. Он не тушуется. Старается действовать активно. Ну, где шайба? Шайба все-таки у Селена Рамфа. И опять, опять здесь стычка могла произойти. Но Бердичевский-то может за себя постоять. В чемпионате российском не раз он это уже демонстрировал. Выходя победителем из потасовок самых разнообразных. Свин Рамф на ваших экранах. Но в этом розыгрыше Евролиги чаще ворота защищал Дэнни Лоренц, канадец. И сегодня он в запасе. Рамф проводит сегодня третью игру всего лишь в Евролиге. Пропустил он всего в этих играх две шайбы. До сегодняшнего матча. Три шайбы. В двух матчах три шайбы. Вот сегодня еще две. Но, в общем, показатель совсем неплохой. Калюжный. Трощинский. Не удалось начать атаку динамовцам. Сериков. Прошкин. Трощинский пошел вперед. Ну! Да, сейчас едва шайба не оказалась в воротах. Германская команда. Но, может быть, будет повтор. Мы еще раз посмотрим. Как неожиданно шайба отскочила от ворота. Вот не получился у кого-то из динамовцев бросок. Да, шайба попала чуть не в грудь кому-то из динамовцев. И пыталась так заползти в сетку. Да, это Валерий Белов был. И в последний момент там защитник Пеллегримс оказался на линии ворот и выручил команду. Перес. И еще один француз в составе Адлера. Это тот самый Перес, который принял активное участие в потасовке. Но судьи его решили не удалять до конца матча. Хотя, Перес вполне того заслуживает. Опасно. Вот опять проход. Это, между прочим, защитник Стефан Рише был. Как смело он пошел вперед. Петренко. А это уже динамовский защитник Марков атакует ворота Рамфа. Степанов. Продолжает контролировать шайбу молодой динамовский форвард. Очень сложно, конечно, Александру тут выбраться из угла площадки. Тут кто-то помочь должен. Помог Петренко и другие партнеры. Небольшая у нас вновь пауза. Так, напомним, динамовцы выступали на предварительном этапе Евролиги в группе С. Выиграли все матчи, за исключением одного. В серии штрафных бросков наступили клубу Фельдкер австрийскому. Заняли в своей группе первое место. И дальше провели два незабываемых матча с клубом Лександ из Швеции. 1-2 проиграли динамовцы в гостях. И дома в острейшей борьбе в дополнительное время победили 3-1. Испытав на себе все прелести, в кавычках, этой новой формулы, согласно которой не считалась разница шайб при выявлении победителя в этом раунде плей-офф, а считались набранные очки. Динамовцам пришлось выигрывать как бы два матча у Лександ. В основное время динамовцы сделали, победив 2-1. И потом в овертайме забросив решающую победную шайбу. Итак, подходит к концу второй период. 2-1 динамовцы выигрывают. В первом периоде отличился Максим Афиногенов. Нападающий первого динамовского звена, игрок сборной России и чемпион мира среди молодежных команд. Динамовцы уже логили лидеров на ваших планах главных лидеровской команды. Во втором периоде Роман Золотов реализовал численное преимущество. Счет стал 2-0. Ну и потом, потом Александр Сериков, которым ассистировал Дейв Томлинсон, одну шайбу отыграл. В случае победы динамовцев и в случае поражения клуба Адлер сегодня, динамовцы выходят в финал 4-х. И завтра с Айсбереном будут играть за первое место в группе. Но до победы еще довольно далеко. Напомним, Айсберен накануне обыграл Адлер со счетом 5-3. Все время ввели хоккеисты берлинского клуба Айсберен в счете и закономерно одержали победу, как многие специалисты и предполагали. 36 секунд до окончания второго периода. Это бельгиец Пеллегримс, защитник. Раньше во Франции выступал за Брест. Это вот его как раз обыграл Афина Генаха, когда забрасывал первую шайбу в ворота. Свенрампфа. Колюжный бозон на точке вбрасывал. Бросок в ближний угол. Рампф. Рампф в игре. Но если говорить о клубе Адлер из Мангейма, то эта команда играла в одной группе с казанским Акбарсом на предварительном этапе. Дважды германцы уступили Акбарсу. 4-5 в овертайме в Казани проиграли. Причем Акбарс очень убедительно выигрывал. Но все-таки в итоге ничья в основное время была и пришлось играть овертайм. И 2-7 у себя дома. Хоккеисты Адлера проиграли Акбарсу. Причем в первом-втором периодах была равная игра. И счет был 2-2 в третьем периоде. Акбарс полностью переиграл своих соперников. Забросил 5 безответных шайб. В итоге 7-2. Казанцы тогда победили. Ну вот, несмотря на эти два поражения Акбарса, Адлер вышел в следующий этап Евролиги. Благодаря прежде всего победам, двум победам над английским Скоттиш Иглс. И дважды затем встретился с чешской Спартой. По итогам матча со Спартой Адлер вышел в полуфинал Евролиги. Перерыв у нас. 2-1. Динамовцы выигрывают после второго периода. И сейчас не отходите от экранов телевизоров. Вы увидите передачу новостей в спорте. Клуба Ильвес. Кинского клуба Ильвес. Янг. Вновь у нас пауза. Напомним также, что 24 января в 14.55 прямой репортаж на канале ОРТ. О матче между Динамо-Московским Спартаком в рамках футбольного турнира на клубах чемпионов Содружества. А в 23.45, тоже 24 числа, также хоккей, Евролига. Мы планируем вам показать трансляцию, которая будет в себя включать два матча. Динамо-Айсберен и Металлург-Магнитогорск-Хивк. Наши клубы в последний день полуфинальных турниров играют с хозяевами этих самых полуфиналов. Так, Иванов у Динамовцев, Белов и Калюжный, видимо. Да, звено Калюжного у Динамовцев. Отчаянно москвичи борются чужую за шайбу. Ну, кто-нибудь поможет там Михаилу Иванову? Да, не сдается наш хоккеист. И ценой больших усилий германцы выбросили шайбу из своей зоны. Прошкин. И вбрасывание. Виталий Прошкин на ваших экранах, динамовский защитник. Ну, любопытно, что германские клубы в первых двух розыгрышах Евролиги, а Германию представляли и Берлин Кэпиталс, и клуб Хаи из Кёльна, и Хаскис из Кассели, и тот же Адлер из Мангейма в прошлом году играл. Ни разу германские клубы не могли выйти из группы на протяжении двух предыдущих розыгрышей. Здесь же из группы вышли сразу два клуба, и оба прошли этап плей-офф и попали в полуфинал. И уж точно Германия будет представлена одной командой в финальном турнире четырех, который состоится 13-14 февраля на катке одной из команд, которая в этот финал четырех пробьется. Так что бесспорный успех германского хоккея, германских клубов, которых, собственно, германскими это назвать можно с большой натяжкой. Очень много иностранцев, очень много легионеров. Звено Томлинсона у Адлера. Передача здесь на пятачок. Никого из кистов Адлера там не было. Кувалдин по правому флангу вошел в зону за ворота. И потерял шайбу, увы. Но новая атака уже в бросок. Кувалдин, по-моему, и атаковал. Не игры и у нас пауза. Это Бозон. Или Бозон, француз. Да, Адлер, прежде чем выйти в полуфинал, дважды встречался с пражской спарты. Фаворитами считались чешские хоккеисты. Но в первой встрече у себя дома в Мангейме Адлер выиграл 6-4. Причем пять из шести шайб хоккеисты Адлер забросили в численном большинстве. В ответной встрече чехи довольно легко победили. 10-4. Но при этой формуле разница шайб, естественно, не учитывалась. Так что пришлось играть овертайм и пробивать штрафные броски. Хоккеисты Адлера прекрасно себя проявили. Они по существу сознательно отдали инициативу чехам. Вот в основное время матча, еще раз скажем, крупно проиграли 4-10. Зато с новыми силами вышли на овертайм. Не позволили чехам забить. Ну и в серии штрафных бросков победили. Победили более мастеровитого, более сильного соперника. Это, в общем-то, в определенном смысле сенсация. Выход Адлера в полуфинальный турнир Евролиги. Пока 1-2. Германцы проигрывают. Бердичевский. Фюбаров. Неудачно выступили чешские клубы в Евролиге. Продолжая разговор вот о Спарте, в частности. Но это связано, прежде всего, с тем, что ведущие чешские команды, прежде всего клуб Словнафт, который раньше назывался Петров Сетин. Это чемпион Чехии четырех последних лет. А также клуб Туржинец, вице-чемпион. Еще несколько клубов отказались по финансовым соображениям играть в Евролиге. И для клубов Чешских это невыгодно. Общественно-российское телевидение продолжает репортаж из Берлина о матче Динамо-Адлер. Третий период этого матча. 2-1 Динамо-кцы выиграют. Заканчивается четвертая минута периода. Хованов, Кувалдин. Там рядом был Петренко, но передача не получилась. Сейчас опять Кувалдин в первом звене вместе с Прокопьем и Петренко заменяет удаленного до конца матча Максима Афиногенова, автора первой заброшенной шайбы в ворота Рамбфа. Мухтубердичевский выходил в первом звене. Трощинский. Том Линсон. Прошкин. Иванов. Пошел на пятачок, но там внимательно был галки, крюшкой отбил шайбу. Вообще, что Динамосу численное преимущество сейчас, это звено Калюжного заперло соперника в зоне. Вот только сейчас удалось выбросить шайбу германским хоккеистам, они проводят смену, а шайбит Рощинский. Рише. Лукес Бозон и Пасху у Адлера. Сейчас Лукес на месте защитника, вот он седьмой номер. И упустил кувалдина, который выходит к воротам и... И не забивает. Великолепная возможность Ивановский нападающий, но, увы. Золотов. Ивановский нападающий. Ивановский нападающий. Ивановский нападающий. Ивановский нападающий. Вновь у нас пауза. Несколько слов о клубе «Адлер». Клуб довольно давно основан, в 1938 году. Однако, с 1994 года статус «Адлер» изменился. Вот еще раз смотрим проход кувалди на к воротам. Последний момент рамп в спас положение. Кто-то сущим добить шайбу. Клуб был образован более 60 лет назад, но в 1994 году, можно говорить о втором рождении клуба, клуб стал полностью самостоятельным, финансово изменился, юридический статус и раньше хоккейный клуб входил в такое спортивное общество, где не только хоккей развивался, но и другие виды спорта. А вот с 1994 года он отделился от этого общества и только здесь, в этом клубе, развивается хоккей. И два последних года Адлер выиграл чемпионат Германии, чемпионат немецкой хоккейной лиги, которая была создана 5 лет назад, по аналогии с национальной хоккейной лиги. Вот два года подряд, в 1997-1998 годах, Адлер побеждал. А Риховский пошел вперед защитник. Он в паре матчей, защитник Олега Риховский, действовал на месте нападающего. Кстати, так что подключение к атаке, видимо, не случайно. Стивенс вошел в зону, но был один, и гробоследний смог он. Прокопьев. А сейчас Бердичевский появился с Прокопьевым и Катренко. Марков. Я, простите, по-моему, Трощинский был. А вот сейчас выходит Марков. Трощинский просто замениться не успел. Петренко не попадает по шебе, но продолжает контролировать ее. Динамовский капитан. И вновь в игре Рампф. Свен Рампф. И Сергей Петренко. Ну, в Кубке чемпионов динамовцы встречались с германскими клубами, в частности Кёльном, когда еще существовал такой турнир. В Евролике же это первый матч динамовцев против германского клуба. Вот, наконец, нам показали динамовских болельщиков. И 3-1. Виталий Прошкин. Отличился, если не ошибаюсь. Хочется надеяться, что первый матч в истории Евролики динамовцев с германским клубом окажется для нашей команды победным. И все основания к этому есть. Виталий Прошкин. Третью шайбу забрасывает. Броском, так же, как и золото под синей линией. Бросок верхом. Рамп ничего здесь поделать не смог. 3-1. Так же, как и для Романа Золотова, для Прошкина это первое очко в Евролиге. Редко он забивает. Но очень важная шайба. Очень важная шайба в середине третьего периода. Бозон пошел вперед центральный нападающий. Вроде бы вот Адлер, да, два года подряд выиграл германские чемпионаты. Но я вспоминаю матч, проброс будет. Матч с Акбарсом, о котором я уже упоминал. Когда 7-2 Акбарс выиграл, выиграл очень убедительно. Не произвела германская команда серьезного впечатления. Да, агрессивный, да, старается играть жесткий силовой хоккей. Да, стиль определяют канадцы. Но что-то противопоставить реального Акбарсу Адлер в той встрече не смог. 2-7 дома проиграл. Это вот первый вратарь Дэни Лоренц. Но образование в зоне его визави Ильдара Мухаметова. И обратите внимание, там вот за воротами вот изображение такое гигантское белого медведя. Словно нависает над площадкой. В паузе объясню, что это значит. Хоккеисты выходили на площадку. Это вообще неусловно из пасти этого медведя. Ну вот выход к воротам Мухаметова и... Янгу не удалось переиграть динамовского голкипера. Выпустили динамовские сейчас защитники Янга. Нельзя расслабляться. Нельзя. Каритонов. Передача. Это Александр Каритонов на ваших экранах. Ну и проброс будет. Лэн Сенетери вновь нам показывает. Канадца. Ну он канадец. Вообще большинство тренеров в немецкой хоккейной лиге именно канадца. И не случайно, что в составе Адлера столько его соотечественников. Так вот, это арена, на которой проходит полуфинал Евролиги. Домашняя арена для... Вот сколько российских болельщиков. Очень приятно нам это видеть. И выход к воротам Янга. Домашняя арена для Айсберена, германского клуба, с которым динамовцы играют завтра. Но в переводе на английский Айсберс, так сказать, ледовые медведи. Вот так переводится название Айсберен. То есть талисман Айсберена это белый медвежонок. Ну а талисман Адлера, который сейчас атакует ворота Мухаметова, это орел. Ну, вспоминаем матч с Акбарсом. Можно сказать, что Гордичевский шайл был. В столкновении орлов, в схватке их с белыми барсами. От этих орлов только перья летели. 7-2. Напомню, Акбарс выиграл Адлера в групповом турнире Евролиги. Выигрывает и Динамо. Не так пока убедительно, но здесь не важно, с кем счетом. Главное просто выиграть. Остается 9 минут чуть больше до окончания третьего периода. В случае победы Динамо себя срочно выходит в финал четырех. Но для того, чтобы выиграть Евролигу, нужно сыграть еще три матча. Завтра с Айсбереном и потом две игры в финале. Сначала полуфинал 13-го, потом финал 14-го. Так что до победы еще не так уж и близко. Это Хайнс с шайбой. Еще раз скажем, этот защитник, четвертый номер, забросил решающий штрафной бросок в серии со спартой чешской. Именно Хайнс. Брасывание. Ну, любопытно, если сравнить показатели Динамо и Адлера перед этой встречей. Каждый из команд забросило по 39 шайб, но оборона у динамовцев более надежная. Динамовцы пропустили 25, а хоккейсты Адлера 39. Шайб в свои ворота. Лукес. Чуть-чуть сильно наколюжного передачи было сделано Валерием Беловым. Иванов борется здесь и вбрасывание. Михаил Иванов. На ваших экранах ему на днях исполнилось 28 лет. Ну, а, кстати, у партнера по звену Валерия Белова 24 января, тоже день рождения, Белову 32 года исполняется. В день матча динамовцев с Айсбереном. Удаление. Совершенно очевидное. Нарушили правила против Александра Кувалдина, хоккейсты германского клуба Адлер. А нарушитель этот, по-моему, защитник Пеллегримс, если не ошибаюсь. Нет, простите, это Шумахер, нападающий Филипп Шумахер. Самый молодой в составе Адлера. Вообще, германские клубы делают ставку на возрастных хоккеистов. И вот в составе Адлера, например, 11 игрокам 30 лет и за 30. А вот Шумахер самый молодой, 19 лет ему. Но он не имеет постоянного места в составе, выходит эпизодический налет. Фумахер имеет немецкое гражданство. Один из пяти человек, имеющих немецкое гражданство в составе клуба Айсберен. Простите, Адлер. Итак, динамовцы получают численное преимущество. Это Карцев. Передача вдоль в ворот, бросок! Ну, каким-то чудом не попадает в ворота сейчас динамовец. Очень острая атака была. Журик. Ах, хорошо, удалось оставить шайбу в зоне. Кувалдин. Передача, ну! Партнер, похоже, несколько не ожидал. Это Харитонов был. Обессиленного нам показали защитника Пола Стэнтона, который сейчас обронялся и уступил место партнеру. Кстати, обладатель Кубка Стэнли в составе Питтсбург Пингвинс. Когда Питтсбург выиграл этот трофей, не раз причем, с легендарным Марио Лемье. Ну! И вновь неудачный. Хованок у динамовцев вышло первое звено. Интересно посмотреть, кто с Прокопьевым и Петренко действует сейчас. Питтсбург Пингвинс. И во второй раз динамовцы используют численные преимущества. Много-много российских болельщиков. Капитан отмечился Петренко. Ну, видите, как легко динамовцы разыграли эту комбинацию. И 4-1. У Петренко это третья шайба. У него 7 передач, 10 очков. Так же, как у Афиногенова. Но в числе лучших бомбардиров. Эти динамовцы в числе лучших бомбардиров Евролиги. Опасно. Ну, Калюжный не попадает в ворота. Думаю, что все ясно в этом матче. Остается чуть больше пяти минут. 4-1. Динамовцы выиграют. Томлинсон идет вперед. Хорошо здесь Калюжный. Пришел на помощь защитникам. Орифовский. Степанов давно он, чтобы не появлялся в третьем периоде. Вот вышел сейчас на лед. Перед началом этого розыгрыша Евролиги было распространено интервью генерального менеджера клуба Адлер Маркуса Кюля. Он сказал о том, что команда перед началом этого сезона еще более укрепила свой состав по сравнению с прошлыми годами, когда, напомню, Адлер дважды побеждал в чемпионате немецком. в розыгрыше немецкой хоккейной лиги. И сделано это было как раз с учетом выступления команды в Евролиге. И Кюль в том же интервью сказал, что пределом мечтаний для его команды будет выход в полуфинал. Адлер вышел из группы, потом преодолел этап плей-офф и попал в полуфинал. Но это будет уже конечная точка турнирного пути Адлера. Адлер проиграл Айсбер, но накануне 3-5. Сегодня динамовцам проигрывает и, по всей видимости, проиграет. Так что, вот в этом полуфинальном турнире уже определились две команды, которые выйдут в финал четырех. Это Айсберин и Московская Динамо. Что в другом полуфинале, где играет Магитаговский Металург, об этом сразу по окончании матча Динамо. Адлер. Металург встречался сегодня с клубом Ильвес. Динамовцы вновь имеют численные преимущества. И сейчас звено Чубарова у них. Да, болельщиков Адлера уже просто не слышно. И заканчивает динамовский матч под одобрительный гул трибун под возгласы поддержки динамовских болельщиков. Напомню, Афиногенов, Прошкин и Петренко у динамовцев забивали сегодня. И Сериков у хоккеистов Адлера. Петренко получает вновь шайбу динамовский капитан. Передача. Гол! Это Кувалдин, если не ошибаюсь. Александр Кувалдин забрасывает пятую шайбу. Как удачно сегодня динамовцы используют численные преимущества. Третью шайбу проводят в большинстве. Ну что ж, Кувалдин результативно... Сейчас смотрим, как все прекрасно Петренко сделал. Какой пас отличный. Конечно, грех был не воспользоваться Александру Кувалдину этой передачей. Кувалдин результативно сыграл в последних матчах за динамов в чемпионате России. Он забросил единственную шайбу, ставшую победной в тяжелейшем матче динамовцев с Ярославским Торпедо. 1-0 динамовцы выиграли. И в матче с Рубином, а это была последняя игра динамовцев, что называется, генеральная репетиция перед этим полуфинальным раундом Гебролиги. В последнем матче с Рубином динамовцы выиграли. Очень легко. 8-1. Кувалдин две шайбы тоже забросил в той игре. И сегодня отличился. Вот такая голевая серия динамовского хоккеиста, кандидата в сборную России. Ну что ж, две минуты, 20 секунд до окончания этого матча. 5-1. Но все равно булиты будут пробиваться. Хотя, хотя они играли бы какую-то роль, если бы была возможность, что Динамо и Адлер наберут равное количество очков. Но это уже невозможно. И таким образом эти штрафные броски превращаются, в общем-то, в формальность. Но, согласно регламенту, они в любом случае должны пробиваться и никуда от этого не деться. Калюжный. Но нельзя сказать, что завтрашний матч с Айсберном для динамовцев ничего не будет решать. Завтра определится соперник Динамо в матче 13-го числа в финале 4-х. Или динамовцы займут первое место в своей группе, тогда у них будет один соперник, или второе, и тогда им станет победитель хельсинского турнира. Это Кувалдин вновь. Трощинский пошел вперед. Динамовцы уже легко. Как на тренировке разыгрывают здесь шайбу, проводя самые разнообразные атаки Трощинский. И вбрасывание за 43 секунды до окончания этой встречи. Слен Рам. В его активе один сухой матч, что называется. В одном из матчей он не пропустил ни одной шайбы. Это был матч из Химопеда. Вообще редкость. Все лишь три матча таких было в этом розыгрыше Евролиге, чтобы одна из команд сохраняла свои ворота в неприкосновенности. Вот в одном из таких матчей участвует как раз Слен Рам. Ореховский пошел вперед. Чубаров. Степанов. Ну и нужно ли нам вперед идти из зоны? Видимо, с шайбой они до конца матча уже не расстанутся. Да, вот такой выход к воротам Бердичевского. Ну! 6-1 на последних секундах этой встречи. Ну, как и в матче с Акбарсом тогда, когда в последнем периоде в третьем немцы пропустили 5 шайб. Так и сегодня они в заключительной 20 минут просто разварились. 4 шайбы пропустили. И вот последнюю забросил Лев Бердичевский. Опытнейший нападающий московского «Динамо». Такая репетиция штрафных бросков в исполнении Бердичевского. Вышел к воротам. И 6-1 на исходе матча. Итак, динамовцы одержали победу над германским клубом «Адлер» из «Мангейма». «Адлер» из «Мангейма», 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 Продолжение следует...